Добрый вечер дорогие товарищи! Сегодня первое занятие в новом семестре университета рабочих корреспондентов фонда рабочей академии. Напоминаю, что занятие проводится по четвергам в 19 часов в Ленинграде по адресу улица Очаковская, дом 7, 4 этаж РКРП. Видеозапись занятий публикуется или размещается на сайте фонда рабочей академии. Так традиционно первое занятие начинает доктор философских наук, профессор Михаил Васильевич Попов. Тема лекции «Материалистическое истолкование диалектики Гегеля». Здравствуйте, товарищи! Начну с того, что всем известно. Ну, всем, кто так или иначе прикасался вообще к марксизму, независимо от причин и независимо от тех целей, которые он ставит. Все знают, что марксизм представляет собой довольно сложное образование, цельное учение, в котором есть три источника и три составных части. А те, кто читали науку логики, читали Энгельса и помнят его указание, что части лишь у трупа, они, я думаю, согласятся с тем, что правильнее было бы сказать, что это три источника и три момента марксизма. То есть, момент — это то, что неразделимо, неотделимо одно от другого. Ну, а части? На части каждый раз опровергают целое. Если тут только части, тогда нет целого, а если есть целое, нет частей. В этом смысле, если вы обратитесь, например, к тому, что есть вот рука живая, где она начинается? Некоторые думают, что она начинается вот здесь, дескать, дальше уже плечо. Ну, живая рука, наверное, наполнена кровью, а кровь известна вот здесь, сердце. Ну, а управляете вы движением не из сердца и не отсюда, а отсюда. Поэтому, если так, говорит, где она, рука, начинается? Она начинается у вас в мозгу. Вот, как и всякое движение вашего тела. Поэтому, ну, кроме того, что вы когда, даже когда вы спите, у вас в спящем мозгу какие-то рождаются сигналы, они, так сказать, заставляют вас ворочаться, а вы не просыпаетесь. Поэтому, кто-то понимает такую простую вещь, что это не анатомический театр, где всё существующее, в том числе и бывшие люди, делится на части, и это, так сказать, всё это нужно и полезно иметь анатомический театр. Я бы, например, предпочёл, чтобы мне делал операцию и хирург, который сначала на 20 трупах её провёл, а потом взялся за меня. А иначе может получиться так, что разрежут и спрашивают, а слушай, а как вот дальше это, куда это вести? Вот, чтобы такого не было. Поэтому вопрос идёт, или стоит не о том, чтобы это отрицать, а вопрос стоит о том, что надо правильно понимать, что вот три источника и три момента марксизма, то есть три неотделимых друг от друга моментов, то есть которые каждый выражает и целые. Потому что материалистическая диалектика, если она не наполнена содержанием экономическим и не наполнена политическим, она не является вполне марксистской, правильно? Что же за марксистская такая диалектика, которая пустая? Она разве пустая? Нет. Или, скажем, если политэкономия. Мы прекрасно знаем, что метод Гегелевский, применённый к исследованию экономики, производственных отношений, позволил Марксу в капитале развернуть экономический закон движения современного ему общества, то есть капитализма. Закон движения, то есть развитие этого общества через что? Через разрешение его противоречий. И начинается с простейшего противоречия, которое является противоречием между потребительной стоимостью и стоимостью, и дальше идут и идут противоречия, вплоть до противоречия, связанного с организацией рабочих и капиталистами, которые являются хозяевами капиталистического предприятия. Ну и, наконец, у нас такая уже попытка была в брежневские времена, когда и Хрущёвско-брежневские, когда Суслов прогласил создание новой науки, вместо научного социализма научный коммунизм. Собрал представителей вузов, всяких учреждений, и объявил, что будем читать дисциплину, теперь научный коммунизм. Откуда он взялся, этот научный коммунизм? Науки ведь не так появляются, что кто-нибудь собрал граждан и объявил. Поэтому никакого особо научного коммунизма не было, потому что ещё коммунизм находится на такой стадии, когда о нём рано ещё расписывать, потому что он полноты не достиг. А вот что касается социализма, да, так социализм – это научный, научный социализм, если он отражается в теории. Вот, короче говоря, какой бы вы… Ну а что представляет собой научный социализм без опоры на диалектику? Ну, не представляет собой научного социализма. А если он без опоры на экономическую теорию, как вы можете разобраться в вопросах политических, если политические, без экономики, без экономической теории, если вообще политические вопросы – это что такое? Это борьба за воевание, удержание или осуществление государственной власти. А государственная власть – это власть господствующего класса. А господствующий класс – где он господствующий? В экономике, прежде всего. Если этого господства нет в экономике, ну, он, так сказать, находится в состоянии борьбы за то, чтобы это господство получить. Короче говоря, мы от этой вот триады, от трёх моментов марксизма не можем отступить, если мы не хотим отступить от марксизма. То есть, если вы только берёте, вырываете одно и берёте его без другого, берёте другое без других двух, всё это не то. Тогда встаёт вопрос, а что значит изучение диалектики для марксистов? Значит, это, конечно, предполагает, что мы не только должны изучить наукологики, но означает, что мы должны изучить её применение Карлом Марксом, и это будет изучение политической экономии. так, и если мы хотим её изучить также и в плане научного социализма, значит, мы должны посчитаться с работами Ленина, и поскольку он в своей деятельности, в своём творчестве, можно сказать, совмещал и то, и другое, и третье, и экономическую сторону марксизма, и политическую его сторону марксизма, то есть научный социализм, ну и диалектику, потому что после изучения науки логики он стал действительно настоящим диалектиком, и если говорить о том, кто вообще в 20-м столетии был диалектиком, ну, после Маркса и Энгельса, вот, следующим можно поставить только Ленина, только Ленина, который является, вот, и в известной мере товарища Сталина, который, между прочим, очень хорошо развернул вопрос о противоречиях старого и нового, потому что борьба между новым и старым, новым передовым и старым отстающим, она невременное явление, характерное для капитализма или для социализма, это постоянная борьба, и тот, кто думает, что он может её прекратить, это просто капитулянт, то есть он перестаёт бороться, он сдаёт себе позиции, и мы оказываемся в поражении. Вот что такое. Вот что произошло, когда вдруг на 22-м съезде первый секретарь ЦК в докладе Центрального комитета на высшем органе, который только есть в партии, на съезде, заявил, что диктатура ультриата всё изжила себя, вот, и что теперь у нас государство общенародное. Ну, во-первых, это вот, как Энгельс объяснял, общенародное государство – это жареный лёд, потому что пока оно государство, оно не общенародное, а классовое, когда оно станет общенародным, оно перестанет быть государством, потому что государство – это машинокласс для осуществления его интересов в классовой борьбе. Тем не менее, надо сказать, что вот то обстоятельство, столько, что мы наблюдали, что может быть потому, что три численности партии погибли в Великую Отечественную войну, или погибли самые смелые, самые решительные, потому что, как вы понимаете, коммунисты шли вперёд, потом новые коммунисты принимали в партию, снова шли вперёд. И, видимо, вот потом задача восстановления народного хозяйства и так далее, она как бы требовала больших усилий, требовала времени, а в это время с руки Хрущёва выкинули научный социализм. А он где присутствовал? Он присутствовал, если история, например, присутствовала в кратком курсе истории ЛКПБ, который был готовлен с участием товарища Сталина под контролем его. А вопрос о льнинизме Сталина – это и есть научный социализм в чистом виде. Там всё и есть то, что может характеризовать научный социализм. И таких книг не стало, потому что книги Сталина стали подвергаться гонениям. Ну как гонениям? Их забирали, и в библиотеках оставили несколько штук в крупнейших библиотеках, и к народу это стало недоступно. Сейчас уже сначала в Америке переиздали сочинение Сталина. Такой институт войны и революции. Причём издали на русском языке. Потому что, говорят, читать будут, цитировать будут, чтобы не переводили с английского на русский, а с русского опять на английский или на другие языки. Чтобы переводы были с русского. А потом Ричард Иванович Косолапов, главный редактор журнала «Коммунист», организовал новое издание Сталина. Поэтому, в принципе, и, скажем, получить новые, другие тома Сталина, поскольку после 13-го тома Сталиной было рассыпано уже, в принципе, можно, и желающие могут изучать. Поэтому мы с Маратом Сергеевичем Удовиченко на ресурсе, который называется «Академия смыслов Лоббио», продемонстрировали, что в течение года можно обсудить все тома Ленина и ещё немножко прибавить времени и все тома Сталина. Поэтому вот это такое настроение, которое у нас бывает у людей, что говорят, ну, это невозможно, это долго, это трудно и так далее. Ну, как сказать, вот как раз это-то и самое возможное. Вот Ленина читать легко, Сталина читать очень легко. Вот. Капитала, капитал читать. Ну, кто читает, по крайней мере, там понятно. Это не такая сказка, которую ты просто можешь слушать, повернув лист на бочок. А это, так сказать, серьёзное научное произведение, но оно построено по диалектическим канонам, то есть идёт движение от простого к сложному и идёт от простейшего противоречия между потребительной стоимостью и стоимостью и развивается вплоть до третьего тома капитала, где уже рассматривается даже и рента, и рассматривается непроизводительный труд. И показано, что центром тяготения в обычном капитализме, а не в первоначальном, является не стоимость, а цена производства, которая имеет формулу издержки производства плюс средняя прибыль. И это тоже легко понять, то есть прибыль плывёт, деньги вкладывают капиталисты туда, где больше прибыли, если где-то меньше прибыли, оттуда люди уходят, капиталисты, а если больше прибыли приходят, норма прибыли, пока это всё не уравняется. Поэтому центром колебаний цен для тех, сообщая, кто не дочитал до третьего тома, является вовсе не стоимость, а стоимость, которая представляет собой, вернее, такая единица, которая есть сдержка производства плюс средняя прибыль. Поэтому всё это видоизменение, это тоже как раз метод исследования, то есть изложения, когда вместе с движением действительным есть и движение бумажное, то есть движение в изложении книги. Ну вот, в связи с этим совсем, что все клянутся, в том числе и Маркс, и Энгельс, и Ленин, говорят о чём. Маркс говорил, что моё отношение к Гегелю очень просто. Гегель – мой учитель. Вот и всё. Что тут ещё говорить? Гегель – учитель Маркса. Надо с ним посчитаться. А после этого Маркс может сколько угодно отказываться от идеалистических положений, говорить, что Гегель – идеалист, но он сохранил диалектику Гегеля. То есть он, если использовать диалектическое понятие «снятие», снял гегелевскую диалектику и получил материалистическую диалектику, которую они разрабатывали вместе с Энгельсом. Ну а как быть с изучением диалектики? Вот мы должны быть материалистическими диалектиками, но есть такая материалистическая работа, по которой можно изучать диалектику. Изучать диалектику нужно по той работе, в которой она создана. Поэтому если она при этом носит идеалистический характер, это значит, что нужно просто его читать, эту работу, или понимать Гегеля, не идеалистически, а материалистически. А всё-таки по какой книге изучать диалектику? Вот некоторые спрашивают, даже пристают, можно сказать, и требуют, скажите, по какой. Но Энгельс уже ответил, единственной компендией диалектики, компендией, находится в науке логики Гегеля. Это что значит компендией? Компендией в переводе на русский язык, с нерусского, означает «крочайший путь – прямая дорога». Вот те люди, которые хотят изучить диалектику, вы как хотите, пойти прямой дорогой к вершинам или плутать по болотам, за корни зацепляться и где-то в темноте поворачивать назад и идти вдаль? Вот всех, кто пытается изучать диалектику, не по Гегелю, дескать, мы диалектику учили, не по Гегелю. Эти не учили диалектику и не могут её изучить. Почему? Потому что единственная компендией диалектики имеется в науке логики Гегеля. Но при этом надо учесть замечание Ленина, который тоже, кстати, говорил, что вот кто? Мы должны все. Это его последнее философское, можно сказать, завещание произведения, которое называется «Означение воинствующего материализма». Вот в книге, которая издана под моей редакцией, я выбросил все эти ненужные предисловия, пустые, которые печатаются для того, чтобы напечататься рядом с Гегелем или, так сказать, рядом с ним. А составил вот это вот предисловие ленинское, которое называется «Означение воинствующего материализма». И там Ленин прямо определяет задачу, что все мы должны стать кружком любителей гегелевской диалектики. Ну и это вот, раньше, может быть, это звучало, так сказать, как-то уменьшительно, кружок. Ну вот кружок, может быть, маленький, потом побольше, потом ещё больше. Вот судя по тому, как, какое внимание сейчас привлечено к изучению в Гегеле, можно сказать, что мы за рамки такого узкого кружка уже давно вышли. В частности, вот меня в 1916 году товарищ Пучков Дмитрий Юрьевич пригласил с просьбой, чтобы я рассказал о диалектике. И там есть... В 2016. А? В 2016. В 2016, прошу прощения. В 2016 году. То есть, сколько это? Шесть лет назад. И попросил рассказать. И у нас есть такой ролик введения в науку логики Гегеля. Хочу сказать, что этот ролик пользовался, так сказать, вниманием. То есть, было там где-то 150, потом 200 тысяч. И вдруг начались вот эти вот такие политические события, в которых трудно разобраться нынешние. Началась вот эта спецоперация, и вдруг смотрим, количество посещающих этот ролик стало быстро расти и доросло до 4 миллионов 460 тысяч. То есть, если бы раньше нам сказали, что вот столько людей будет смотреть это самое введение в науку логики Гегеля, мы бы не поверили. То есть, люди хотят разобраться и разбираются. Далее, скажем, непосредственно краткий курс такой облегчённый науке логики, который я читал для тех, кто смотрит канал Академия смыслов Лоббио. Там больше четверти миллиона просмотров. Если четверть миллиона просмотров имеется, это значит, что это пользуется. Это же не какая-нибудь там лёгкая там. Это не вышивание, не игра в хокер, не какие-то другие вещи, которые сами по себе считаются безделушками. Это серьёзные вещи, и вот так люди на это смотрят. Следовательно, наступило такое время серьёзное, когда за это дело взялись передовые представители нашего народа. Передовые уже потому, что они за это взялись, в том числе просто. Ну, а люди, которые не хотят получить истины или которые нужно обманывать, они как раз отстраняются, стараются её не замечать, как бы и нет для них этой науки логики. Или под диалектику они сводят, как один тут дурачок есть, который претендует, и слова не хочу, и фамилию его называть, который говорит, что вот произошло снятие марксизма. Он даже не понимает, что снятие это отрицание с удержанием. А марксизм не снимается, марксизм развивается. А развитие содержит в себе и отрицание, но оно в себе содержит, а вовсе само отрицание не является. Марксизм остаётся и развивается и продолжается, а не снимается, как в некоторых случаях. В том числе товарищи из Греции сейчас повторяют ещё люди из института философии эту глупость. Причём просто потому, что они безграмотны в области диалектики. Ну, перед тем, кто теперь берётся заниматься, встаёт тот вопрос, который поставили в классике, что надо материалистически понимать науку логики Гейля. Маркс так считает, Энгельс так считает, Ленин так считает, Сталин так считает. Ну, и мы, как продолжатели этого дела, тоже так все считаем. Ну, а как это на самом деле на практике, к чему это сводится? Тяжело это или не тяжело? Вообще, тяжело не материалистически истолковывать, а тяжело вообще читать науку логики Гейля. Но поскольку это единственная компендией диалекции, просто наука такая непростая, а это она не похожа даже на математику. Ну, вот мне, например, повезло, поскольку я вот по своему первому высшему образованию являюсь математиком, и для меня, например, такая ситуация, что я месяц не могу понять какую-нибудь теорему или доказать, но являлось чем-то необычным, а скорее обычным. Или ты слушаешь лекции, я вот слушал лекции по гомологической алгебре нашего декана, Валерия Ивановича. Слушал, сидит, сидит пять человек, вот он читает, читает, лекции читает. Первую лекцию я все понял. На остальных лекциях я ничего уже не понимал. Ничего. Досидели до конца. Ну, поскольку у меня там был специальный план, значит, я на следующий год снова пошел. Я уже все понимал. Ну, на второй год, второгодник, скажем так. Это обычное дело. То есть, если речь идет о чем-то сложном очень, то это сложное, потому оно и сложное, что оно непростое, а раз оно непростое, значит, в это проникнуть не так-то и просто. И вот таким образом такое изучение, когда, как говорил Ленин, надо штудировать, надо приготовиться к тому, что, ну, вот как на какую-то большую высоту люди забираются не с первого раза, а в том числе альпинисты на очень большие горы. И раз восходили, и два восходили, и три восходили, и, наконец, покорили. Так и здесь. Причем, Марс прямо даже вот этот образ берет. В науку нет широкой столбовой дороги, и только тот сумеет достичь ее сияющих вершин, кто, не страшась усталости, карабкается по ее каменистым тропам. Ну, какая усталость? Ну, как можно устать от книги? Не надо так уж прямо себя забивать и плакать по этому, вот нам как трудно, ну, идите в горячие сах, там легче будет вам. Идите в шахту, где люди жизнью рискуют. Сколько уже погибло шахтеров уже в наше время, вот ныне, в современные? Что, там легче, что ли? Ну, как можно людям, которые находятся в сфере науки, если они на досуге находятся, Ну, как можно там так доказывать и рассказывать, сами себя запугивать, как это сложно, тяжело. Но Ленин это имел в виду, когда он сказал, я не просто ее вот читаю, я штудирую. А что значит штудировать? Штудировать означает, вы прочитали, от вас больше ничего не требуется, вы изучали иностранный язык, ну, вот можете брать газету и читать. неважно, что вы там чего-то не понимаете, выхватываете отдельные слова, которые вам понятны, сначала ничего не понятного, еще читайте, дальше читайте, берите словарь, где-то находите, и постепенно вы будете проникаться, лучше и лучше. Штудировать, это значит возвращаться снова к тому, что не понято, еще раз обдумывать, еще раз изучать, то есть, это не такая вещь, которая просто вот ты читаешь и все понимаешь. Для того, чтобы все понимать, надо овладеть этими категориями, но как ты их овладел, если вы возьмете ракетку, иначе пойдете с чемпионом по теннису играть будете. Это смешно будет, сказать, ну, как вы будете с этим чемпионом играть, хоть в малый теннис, хоть в большой теннис, или человек, который никогда не вставал на коньки, ну, что он с ним будет? Он будет, как корова на льду, ноги разъезжаются и падает все время, или на велосипеде человек, когда садится, падает. Поэтому, что тут такого нового? Люди видят, что говорят, как это? Я начал читать, и оказалось, что это не сказка, а что это серьезная книга, которая требует внимательного к себе изучения отношений. Так вот, штудировать означает возвращаться, снова перечитывать, обращать внимание на то, что там есть важное, что главное, что второстепенное, и пытаться ухватить нить. Какую нить надо ухватить при вот этом изучении? Ухватить нить надо то, что здесь не рядоположенность, не отдельные категории рядом лежат, а из более простых, получается, более сложные, потом все более сложные, еще более сложные, идет движение от низшего к высшему, от простого к сложному. Как называется? Или что называется? Как называется движение низшего к высшему простого к сложному? Не от низшего к высшему, от низшего к высшему это мы и в своем чтении идем, а само движение низшего к высшему простого к сложному это что такое? Развитие. Надо следить за развитием категории. Причем построено, ну как надо было построить, как бы вы посоветовали Гегелю построить такую сложную работу? Но начните с самого простого, он и начинает с самого простого. А что самое простое? То, что раз начинается с чего-то, значит, оно есть. Ну, так самое простое, когда вы ещё в начале кто-то его взяли, то вы больше ничего про это не можете сказать, кроме того, что оно есть. Вот и не бегите никуда, зафиксируйте вся в голове, что это есть бытие. Какое? Ну, какое, может быть, бытие в начале? Про него ничего не сказано. Оно просто чистое бытие. И начинаете вы потом разбираться, а что в нём есть, и видите, что в нём ничего нет. И приходите, вместо того, чтобы сказать, выбросить его, как обычно так и делают люди, стали разбираться, никакое это не бытие. Так стали разбираться и пришли к мысли о том, что в нём ничего нет. То есть, пришли к чему? Ничто. Бытие, значит, переходит в ничто. Ура! Ничто ещё легче изучать, правда? Ничто-то, что тут изучать? Ничто нет, нет ничего. Берём ничто. Раз вы его берёте для рассмотрения, оно, значит, где? В вашей голове есть. Неважно, где оно есть. То есть, в вашей голове, во всемирной голове. Или, если это то, с чего что-то начинается, вы получаете чистое ничто. Ну, раз оно, это ничто есть, оно переходит в бытие. И у вас уже не чистое ничто и не чистое бытие, а движение исчезновения, бытие в ничто, а ничто в бытии, в котором вы наблюдаете два движения. Переход бытия в ничто, переход в ничто, прихождение. Всё приходящее. Если вы хотите быть мудрецом, больше не надо ничего изучать. И с Гегеля, кто бы к вам не пришёл, и кто бы с вами не говорил, уходите в лес. Пусть несут вам мёд, пусть жареных рябчиков, а вы будете на все их беды отвечать. Всё приходящее. Они вам скажут, это плохо, то плохо, цены растут, жилья нет. А вы скажете, это приходящее. На следующий год приходят, действительно, как-то удалось им где-то зацепиться, что-то всё-таки купили, удержались. А он им опять говорит, это всё приходящее. И действительно, через год опять это всё обрушивает. Всё приходящее. То есть, мудрецом стать очень легко. Запомните первые две категории, и всё. Это прихождение. А второе – переход ничтого бытия, возникновение. Но так построена вся эта книга. Всё одно из другого вытекает. Но некоторые товарищи внимательные, гридирщие, которые многократно читают эту книгу, знают, что и тут можно как на солнце есть пятна, так и у товарища Гегеля есть некоторые, так сказать, недоработки. И эти наработки связаны не с тем, что он человек недостаточно великий, а с тем, что у него позиция идеалистическая. То есть, он это излагает всё с идеалистических позиций. Хотя первые две книги, которые входят в первый том науки и логики Гегеля, там всё материалистическое. Там нет ничего идеалистического, кроме примечаний. А примечаний вы не обязаны читать вообще и слушать. Мало ли, что там примечает он. Мало ли, что он как идеалист добавляет. Это не входит в основную ткань, в изложение. А движение, выведение одной категории из другой вполне материалистическое. И к чему оно сводится? Ну, сводится к тому, что мы рассматриваем одну или другую категорию бытия. Изучать категорию бытия – это материалистический подход. Материалистический. Что мы там рассматриваем? Мы рассматриваем сначала качество, потом количество, потом меру. И даже узловую линию отношений и меры, которую прямо бери и применяй для рассмотрения общественно-экономических формаций. То есть развивается производительность труда, идёт развитие экономики. И вот сначала просто развивается, развивается и первобытная община коммуникационная. Раз – переход в другое качество. Когда можно не всем вместе создавать материальные блага для жизни. развития большой семьи или общины, первобытно-общинной строя. А когда можно забрать этих людей, которых раньше убивали, своих врагов, превратить их в рабов, и они пускай работают, а вы будете заниматься течением, пением, рисованием, и так далее, и станете рабовладельцем. Вот первый скачок, потом второй скачок. Это же плохо, эти рабы, они всё ломают, им нельзя дать серьёзную технику. Уже стали науке искусства развиваться, а эти рабы только норовят как бы что-нибудь сломать. Почему? Потому что для рабов это вот, все это средства производства, это орудия их закабалений. Поэтому ещё один скачок, когда мы переходим к феодализму. Это что значит? Тут совсем другое. Тут крестьянин не будет ни хозяйское ломать, ни своё. Потому что он получает от помещика землю, земля ему ведь не принадлежит, просто ему наделяет. За то, что он будет у него работать три дня, у злобных особенно четыре дня. Остальное он свободный. Как хочешь, так и живи. Как хочешь, так и всё организуй. И дом, и хозяйство, и семья. Это никого, это совершенно из помещиков. У них есть поместья, у них есть балы, у них есть город, у них тут есть дворцы, они живут хорошо. А вы, так сказать, вас соберут, если надо, то и построите целый город ещё, как построили Петербург. Вот это движение следующее. И так идёт движение вперёд. Поэтому, если вы читаете вот эту самую первую книгу «Учение о бытии». Учение о бытии – это прямо как бы ещё учение о материи, движение о материи. Вот это учение. Но потом вы видите, что надо углубиться в это самое. Это вы уже начинаете видеть, когда узловая линия отношения меры идёт, мера меняется. А есть что-то, что сохраняется в этом движении, меняется. Скачки идут, а вот то, что сохраняется в этом движении, а там же не отделишь, не разорвёшь, там нет такого. Нет даже возможности разорвать эту логику. Это вот то, что есть внутреннее, то, что есть в себе. И на что мы обращаем его? Это сущность, то есть отрицание бытия. То есть мы не хотим больше смотреть на поверхность этой книги, а я начинаем залезать в её содержание. Это какое движение? Это движение к сущности. А это, вот у меня есть книга, видите, у вас нет, у меня есть. Вот и всё. Вот и бытие. А движение к сущности – это я вот открыл. А вы скажете, так вы ничего не читаете. Тогда я начал читать, и тогда уже вы не можете меня критиковать. То есть, а раз я читаю, я тогда критикую, отрицаю простое бытие. Вот отрицание бытия, как называется? Сущностью. Сущность. Вот вторая категория. Опять-таки, ничего тут идеалистического нет, ровным счётом. И тут вы начинаете наблюдать, как вот рассматривая категории рефлексии, то есть отражения. А почему рефлексия? Почему так много говорится, и так это непонятно? Да потому что нам непривычно рассматривать движение перевёрнутое. Потому что там движение в сфере бытия идёт от бытия к бытию. А в сфере сущности – от отрицания к отрицанию. Почему мы говорим рефлектор? Рефлектор – это то, что отражает. Вот посмотрите на себя в зеркало, и увидите, что у вас неправильно зеркало показывает. Почему? Потому что у вас значок вот у меня на левой стороне, а если я вот сейчас вот к зеркалу подойду, видно, что он у меня на правой стороне. Но это враньё. Но зеркало отражает. Причём отражает хорошо и лужа. Не обязательно иметь зеркала и ходить во дворцы. Вот дождик сейчас пройдёт, подойдите после лекции. Если фонарь есть, посмотрите и увидите себя. А что отражает? Какое есть отражение? Рефлексия. Рефлексия – это отражение. Единственное, надо вот это слово иностранное – рефлексия запомнить, потому что это рефлективное движение. Движение, если вы в сфере бытия, движение от бытия к другому бытию, к более высокому, то здесь от ничто к ничто. И вот шли-шли от ничто к ничто, добрались до противоречия, которое идёт в основание. Герцу Грунде, по-немецки, если говорить. И вот добрались до этого самого основания. И потом на этом основании, при наличии условий и предпосылок, появляется уже некое отрицание вот этого, отрицательного. То есть, как бы возникает снова бытие, но уже в сфере сущности. Как называется бытие, возникшее в сфере сущности? Как называется? Не читали? Существование. Существование. Вот, учитесь. Существование. Это у меня. Я специально его подготовил. Мы с ним договорились, что он будет выступать. А он меня подготовил. Вы, говорит, Михаил Владимирович, вот так вот, а я буду отвечать. Существование. Что такое существование? Там такая замечательная фраза есть у Гегеля, что это восстановленное через сущность бытие. То есть, у вас было чистое бытие, вы с ним знакомы. А вот теперь познакомьтесь с прочим. Вот если я вас спрашиваю, есть час? Есть. Как бывает? Час есть, вышел, машину задавил, и нет. Это ни о чём не говорит то, что есть. Час есть, а через пять минут нет. И сейчас сколько таких случаев? То одни дураки залезут на какие-нибудь московские высотки и прыгают, чтобы всегда быть молодым. Фотография всегда будет молодого человека. Или вспомните, в метро прицеплялись зацепы. Пришлось между вагонами специальное приспособление, деньги потратить, средства значительные, чтобы туда нельзя было влезать и ехать. Сколько же таких вот случаев есть, когда люди себя ставят в такое положение, когда они балансируют между жизнью и смертью. Поэтому бытие само по себе ни о чём не говорит, будет это дальше продолжаться бытие или не будет. Потому что бытие ведь переходит в ничто. Это всё равно, что вы на скользкий лёд наклонный, так сказать, встали, и куда-то вас повезло. А что дальше будет? С какой скоростью вы понесётесь? И превратились вы во что? Ну, если смотреть самое начало, в ничто. Поэтому, вот поэтому, ну, бывают-то случаи у нас, были в метро случаи, когда раз и оборвался этот эскалатор. И так люди все вместе в кучу друг друга переломали. Разве не бывает такое? К сожалению, бывает. Так вот, что такое существование, в отличие от бытия? Это прочное бытие. Почему? У него есть основания, то есть у него фундамент есть. Он сразу не пропадёт, это существование ваше. Так? Значит, если у вас есть дом, квартира, семья, средства есть необходимые, работа, это что такое? Это есть основания и есть условия, ещё другие условия. Надо, чтобы ещё и воздух был. И не мешает ещё, чтобы зимой батареи были горячие. Иначе тут будет как в Европе, которая против нас проводит санкции путём лишения себя средства обогрева. Это довольно забавно, это у них превращение бытия в ничто. С диалитических позиций это выглядит несусветной, так сказать, чушью и глупостью. Или там они решают, что они установят нам цену. Ну, хорошо, устанавливают. А сколько вам продавать это, мы решим. Мы же не обязаны по этой цене продавать. Вы нам никто и звать вас никак. Вы можете установить цену хоть нулевую. Мы просто по ней не будем, у нас есть кому продавать. Один Китай миллиард. Шестьсот и не миллиард восемьсот. Поэтому тут хватит достаточно рынка для того, чтобы всё, всё, что надо, отправить куда надо. Короче говоря, вот появилась снова восстановленная через сущность бытия. И дальше идёт развитие этого бытия. То есть существование. За существованием идёт форма, содержание. Содержание оформлено, форма содержательна. И добрались до законов. Закон и явление. Существование, в основе которого лежит закон, – это явление. Почему? Потому что если есть закон, то он является. А если это явление, то должен быть закон этого явления. Вот это пара. Почему пара? Потому что здесь всё в этой сфере, всё рефлективно. Явление и закон. А вот когда уже этот закон выходит как бы на поверхность, то на поверхности совершается то, что закон требует. То есть постоянное, устойчивое. Тогда это как называется? Действительность. Действительность. Поэтому есть бытие, есть существование. Ну, как ваше существование? Да мы живём, понимаешь? А это действительное существование. Если есть действительно и работа, и жильё, и семья, и так далее. И цель впереди, и вы к этой цели идёте. Правильно? А если вы человека не идёте вперёд от общей чести на месте, то вы недействительный человек. Это не ругательство. То есть очень много людей недействительных. Он есть, но недействительный. И не надо, между прочим, убийц защищать от смертной казни. Если человек поднял руку на другого человека, это даже у зверей такого нет. Там люди могут кого-то порвать только, чтобы его съесть. Или если у них бешенство, как у лисы, может быть. А чтобы просто так вот ни с того, ни с сего напали, такого нет. У нас вот был товарищ философ на кафедре, где я работал в Институте повышения квалификации, который говорил, что если этим самым человек поставил себя, этот, кто убил другого человека, поставил себя вне человеческого общества. Его надо из этого общества удалить. А не тратить по 30 тысяч долларов, которые у нас тратятся, на тех, которые убили 100 человек. Или детей убили десятки и так далее. И вот родители этих детей должны содержать этих гадов, которые убили их детей. А кто их содержит? Говорят, государство. От государства берёт у родителей и содержит этих негодяев. Так вот, это недействительные люди. Поэтому недействительным людям не место в человеческом обществе. Надо различать между тем, что есть, и тем, что действительно. Если он есть и существует, пока он в тюрьме, его кормят, поят. За чей счёт? За счёт тех, кого он грабил, убивал. За счёт его кормят, поят и так далее. А вот действительный человек – это тот человек, который соответствует сущности человека. И не так, что он где-то там в глубине сущности. А эта сущность его вышла на поверхность. Он на самом деле занимается тем, что нужно для развития общества. Я надеюсь, что те, кто сюда пришёл, и те, кто смотрит, это действительные люди. То есть, они изучают диалектику не для того, чтобы сказать… Я вот изучал диалектику, а для того, чтобы преобразовывать наше общество в том направлении, которое диктуется движением низшего к высшему, простого к сложному. То есть, направление общественного прогресса, а не общественного регресса. И вот так всё хорошо. Поэтому я вам, как человек, который много-много уже читал, и, может быть, я могу уже соревноваться с очень многими людьми, которые изучают наугулоке Гегли, у меня такое впечатление, что в такой мере таких нет людей больше, пока у нас в стране, я не знаю, и за границей. Поэтому я могу сказать, что первые два тома вполне материалистичны. Не надо себя как-то убеждать, что надо их понимать материалистически. Там и так всё материалистически изложено. А что касается всяких примечаний и замечаний про Бога, не читайте их, и всё. Они не входят в развертывание идей. Не входят. Ну, потому что, например, поп-священник может взять пилу и вместе с материалистом пилить бревно. При этом он... Кто он тут будет? Он будет выступать как рабочий в этом мире. Поэтому и говорит Ленин, что это самое материалистическое произведение у Гегеля. Вот этот самый главный идеалист создал к нему самую материалистическую. Но, вот обращаю ваше внимание, поскольку мы всё-таки материалисты, мы очень строги к идеалистам. И начинаем их преследовать. Значит, ну хорошо, но в третьей книге... А вот в третьей книге тот товарищ Гегель попадается как идеалист. С чего он начинает? Вот третья книга. Значит, как построены вообще эти три книги? Вот мне говорят, как трудно изучать. А что тут трудного? Первая книга, даже если её не читаешь, это бытие. Отрицание бытия – это что? Сущность. Нет. Отрицание бытия – это большое отрицание. В книге приходит отрицание бытия. Большое отрицание. И одно, и не однократное отрицание. Многократно отрицается всякое бытие. Всякое бытие. И вот в итоге, завершение первой книги, получается сущность. Сущность как отрицание. Поэтому это самое трудное, тоненькое, это учение о сущности. И непонятное, самое непонятное. То, что непривычно нам. Ну как изучать то, что является отрицанием? Давайте я буду изучать ваши недостатки. Вам это не понравится. Сначала придётся дать определение недостаткам. А уже там определение дал. Вот я там могу дать определение, определение. А вы, думаю, что не дадите. Определение – это качество, которое есть в себе, в простом нечто. И сущность находится в единстве с другим моментом этого нечто – в нём бытием. Но это требует углубления, чтобы вы это поняли. Поэтому всё это есть у Гегеля. Поэтому не надо куда-то ходить и где-то ещё собирать хворост, потому что здесь брёвна все необходимые лежат. Так вот, учение о сущности – это углубление в бытие. Это более глубоко понятые бытия. И кончается это бытие действительностью. После действительности начинается это ныряние в сущность. После действительности. Субстанция и действительность. Всё там. Вернее, субстанция уже после действительности идёт. А в учении о сущности что вы там изучаете? в учении о сущности, вы начинаете изучать творчество и различия. Вообще рефлексию, само отражение, само это движение отрицательное, через которое мы идём, всё время же идёт отрицание. То, что вы сегодня знаете, завтра уже недостаточно. Или то, что если вы что-то освоили, значит, вы отрицаете то, что у вас до этого было. Вы уже богаче, вы уже лучше. Движение идёт через отрицание. И вот это отрицательное движение, которое из сферы сущности, которое неостановимо, приводит нас к чему? К пониманию того, что никогда мы не изучали в школе, что творчество есть творчество различного. Мы изучали равенство. Пять равно пяти. Ну, напишите пять равно пяти. Вы видите, вот пятая, одна пятёрка слева, другая пятёрка справа. И никогда вы не нарисуете точно такую же пятёрку. Она никогда не равна. И в расположениях, сейчас он всякий есть, GPS есть и другие системы. Видно, у них и координаты другие. Это не та же самая пятёрка. Тождество – это неравенство. Они не равны. А почему противоречит математике? Что? Понятие о тождестве. Математика тождеством не занимается. Не надо. Так, это не рассказывайте мне. Вот я и закончил матмек с отличием. Так что и рекомендованную аспирантуру был по математике. Так-то. Так. Не изучают тождество математики. Ну, как нет? Доказать тождество. Я ещё раз говорю, что не доказывает тождество, доказывает равенство. Не путайте меня. Не меняйте категории. Тождества нет математики. Не изучаю. Я математик. А вы безграмотный в этом отношении человек. Не надо спорить. И вообще я вам слова не давал. Будут вопросы, пожалуйста, будете задавать вопросы. Насточку напишите. Вот. Так что учение о сущности, оно, с одной стороны, непривычно, с другой стороны, тождество – это тождество различного, а различное – вот мы с вами разные люди. Сначала разные, потом ближе познакомились, уже просто различные люди. Различные люди. Но мы люди, люди. Значит, всякое различие – это различие тождественного. А тождество – это тождество различного. И иначе тождество нельзя понимать. Вот это – это те люди, которые знают только математику и формальную логику, и этого не изучили в учении о сущности, они уже дальше пойти не могут. Или они застряли, так сказать, на том, что изучается только в формальной логике. И вот в учении о сущности тогда вы приходите к противоречию. Как может прийти к противоречию? Тот, кто не понимает, что тождество – это тождество различного. Или что различие – это различие тождественного. Потому что то, что противоречит, это… Противоречие всегда – это и единство, и борьба чего? Разных противоположных сторон. Но раз эти противоположные стороны в единстве, то, значит, в каждой стороне есть другая противоположная сторона. То есть, в одном противоречии есть другое. Поэтому это не единство просто противоположных сторон, а единство противоположностей. Единство противоположных. А что значит единство? Одно. Одно противоречие. Оно является единством противоположностей. А раз оно единство и противоположность, оно стало одно, оно, как говорит Гегель, оседает на дно. Верцу грунда, идёт в основание. Всё, нет этого противоречия. В каком смысле нет? В том смысле, что оно себя отрицало. Само в себе это единство и противоположность себя отрицает. И разрешается во что-то другое. То, во что оно разрешается, оно становится основанием. А ещё, если предположить, основание – это только одна категория, а тут должна быть пара. Потому что это рефлексивное у вас в учении о сущности движения. А пара вторая говорит, что есть условия для этого основания. Если у вас есть хлеб, то значит, вы, наверное, работаете. Если вам нужен хлеб для жизни, значит, работа нужна для того, чтобы получать средства на этот хлеб. И вот вместе с основаниями и с условиями вы получаете такое бытие, которое и на основании, и с условиями. И такое вот бытие, которое с основаниями и условиями называется восстановленное через сущность бытие. Не путайте с восстановленным молоком. Потому что восстановленное бытие – это то бытие, которое не просто есть, а прочное. То, что есть для этого основание. Есть, скажем, дом, семья, работа, крыша над головой. Всё это, вот это то, что с основанием, вот это прочное, называется уже существование. А от существования мы начинаем идти к чему? Начинаем от существования идти к другим категориям, сферы сущности, к закону, к форме, содержанию и так далее. И там все эти категории вполне тоже материалистические. И, наконец, заканчивается учение о сущности, и начинается вот то, что является самым непосредственным предметом лекции нашей. Это вопрос о том, а с чего дальше это надо начинать. Значит, что является отрицанием? Приходит, происходит отрицание сущности, а раз отрицание сущности – это возвращение к чему? К чему? Ну, потому что бытие отрицалось сущностью, значит, отрицание сущностью – это возвращение. Значит, чего должно начаться? С бытия. Ну, с какого бытия? С такого бытия, которое уже имеется на лицо, и уже есть у него закон. То есть, это действительность. То есть, надо взять действительность, бытие взять как действительность. А что делает Гегель, будучи идеалистом? Он берёт и начинает субъективного книгу. Субъективного. И никакого доказательства того, что надо начинать субъективного, у него нет и не может быть, потому что никак не получается субъективное, если вы отрицаете сущность. Вы возвращаетесь к бытию. Но какому бытию, который содержит в себе сущность? Как называется такое бытие, которое уже берётся вместе с сущностью? Сказать? Существом называется это понятие. Понятие. Понятие – это бытие вести сущность. Вот вы берёте яблоко, понятие яблока. Это же не конкретное яблоко, правда? Яблоко бывает. Белый налив, антоновка и так далее. Яблоко. Но сущность есть у яблока? Есть. Вот вы и берёте его. А потом уже разделяете на единичное, особенное, всеобщее яблоко. Вот, которое, так сказать, особенное, может, антоновка. Так? А я из этой антоновки взял одно и грызу. Вот, единичная я, Антоновка. Я её сгрыз, её больше нет. Но есть другие единичные. Ничего страшного. То есть, вот после того, как вы перешли через отрицание сущности, вы пришли к понятию. Но к понятию как объективному. Поэтому начинать надо. И есть у Гегеля, что понятие можно рассматривать как объективное и как субъективное. Тогда, когда мы его берём уже как появляющееся в голове, тогда это субъективное. А тут как отрицание сущности и возвращение к бытию. Вот это понятие, которое берётся как объективное. Поэтому начинать надо вот эту книгу. Что я хотел вам и доложить. И считаю, что я вас в этом увидел. Начинать надо с чего? С того, что называется у Гегеля объективность. Здесь выбор очень маленький. Субъективность, объективность и идея. Три. С чего надо начинать? Субъективность или объективность? С объективности. Вот берём объективность. Объективность дальше пошла у него по рельсам материализма. Причём в таких границах, какие тогда были доступны. А именно механизм, когда целые части, механическое движение. Причём механизм небесных тел. Всё вот это. Механизм. Потом, когда свойства уже какого-то бытия зависят не только от самих элементов, но от их соединения. Это что такое? Химизм. Причём эти элементы могут быть одни и те же, только в разных количествах. Как, например, есть феррун 2О3, а есть феррун 3О4, как мы знаем. И разные вот эти окислы железа. А добывать железо можно из этого и из этого. То есть, химизм. А за химизмом идёт, у него идёт организм. И за организмом идёт человек. Чего там у него нет? Общества нет. Но ещё бы захотели, чтобы вам Гегель про общество писал. Это уже через край. Ничего, оставьте Марксу Энгельсу этот вопрос. Поэтому начало. То есть, что нужно сделать? Читать нужно, конечно, как написано. А вот штудировать дальше. Вы прочитали один раз. А вот штудировать надо так. Взять сначала, когда третью книгу закончили, теперь возьмите снова третью книгу и читайте. Сначала объективно и всё, что про объективно написано. Потом. Ну вот, если иметь в виду те страницы, которые есть в этой книге, которая вышла под моей редакцией, это выглядит примерно так. Вот есть предисловие. Страница 3-4, не надо его трогать, а понятия вообще тоже не надо. 5-й, 24-й. Первый отдел – объективность. И до страницы 188-й. На странице 188-й останавливаемся и переходим к разделу субъективность. Со страницы 25-46, а потом 47-84. Вторая глава и третья глава. 84-123. И вот разобрались субъективность. Отсюда и переходим к телеологии и к идее. Поскольку у меня это есть в напечатанной форме, я вот сейчас торжественно передам Сергею Викторовичу, он это может взять и повесить. Взять это и повесить, чтобы было видно. Это вот план, как материалистически изучать науку логики Гегеля, когда вы дойдёте до третьей книги. Две книги изучаете так, как они есть. А третью книгу вы сначала прочитаете, а потом изучаете, когда вы студируете, изучаете уже вот по тому плану, который я предлагаю. У меня всё. Спасибо, Минсал Васильевич. Вопросы не поступили. Не поступило. Ну, а заключительное слово такое, что столько много уже говорено разными деятелями, что надо, я читаю там Гегеля материалистически, надо истолковывать материалистически, что это должно принять не форму призыва, а вполне конкретную форму. Вот я читаю подряд всю эту книгу, а потом перехожу к студированию. То есть там, что касается первой и второй книги, это уже по желанию, а третью книгу по другому плану. Сначала объективность, потом объективность, а потом идея. И в конце мы её тоже не трогаем. Идея – это есть идея. Тут всё хорошо. Всего-то надо переставить два отдела. Первый отдел сделать вторым, а второй отдел сделать первым. И на место поставить телеологию, в идею. Потому что телеология – цель. Цель рождается из идеи. Если у вас есть идея, вы ставите цель и добиваетесь её, стремление к этой самой цели. Ну, это, думаю, что Сергей Викторович это опубликует, и каждый желающий может это увидеть. И тогда мой доклад будет носить не только сугубо теоретический характер, но также и практический. Вам сказано, что надо изучать материалистически. Вот так надо изучать материалистически. Ну, кто-то должен это сказать, в конце концов. Или так все и будут говорить, и потом сразу за дерево прятаться. Спасибо, Михаил Васильевич. Пожалуйста. Так, объявление. Встречаемся мы через неделю, в следующий четверг. Будем обсуждать проблемы самоорганизации работников медицинской отрасли в правсоюзы. Сказать, кто будет выступать? Скажите. Бобинов. Совершенно верно. Я угадал? Сколько у вас причитается, если угадаешь? Ещё дополнительная лекция. Ну, так вот. Читать лекцию будет председатель секции скорой медицинской помощи Общероссийского профсоюза действия Бобинов Григорий Вячеславович. Спасибо. Встречаемся в следующий четверг. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok